Ну вот мы и отчалили, выходим из этой прекрасной бухточки Вау-Вау! Вау-Вау! Чивауа! Все, бай-бай, Чивауа! И идем мы на эти же северные острова, на бухту, где можно поснорклить, где говорят красивый давинг. Да, там очень много рыб, какие-то невероятные старшелл, как это, все старые, и еще говорят, там очень много колдшеллов. Это вот те, которые ядовитые. Короче, мы сейчас идем... И не только. Только. Мы идем туда, и потом будем плавненько-плавненько спускаться по вот... Давно не ныряли? Да, вообще давно так вот, чтобы красиво ходить по ровной воде, не ходили. В общем, это наш сейчас план. Давай, педалируй. А ты что? А я по-молоду. Ага. Какие красивые островочки. А еще у нас небольшая проблема. У нас отвалился Депс Саундер, то есть эхолот. И мы не знаем, какая под нами глубина. Вот это срака. И непонятно почему, какие причины. Может быть, Энмея отвалилась, может быть, какие-то провода или что-то ему тяжело дается. Приедем, будем импровизировать, как стать. И будем садиться разбирать. Там, может, перепаяю напрямую Энмею, может, разъем отвалился, может, просто надо снять эхолот, и на нем там какие-то ракушки наросли. И, в общем, поле для импровизации у нас вскоре будет. А пока мы идем, у нас такая вот красота вокруг. Я вам уже дроном показывал, как это выглядит. И мы где-то вот там, с той стороны обойдем это все и будем искать место для якоринга. Мы уже на мелкой части. Тут сейчас будет уже метров 5-7, и я думаю, что мы где-то посередине встанем, потому что чуть-чуть ближе к берегу 7-метровая глубина. И тут достаточно быстрый дробь идет. Я не хочу сильно уходить, я думаю, что где-то вот здесь вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас теперь миссия, задача. Мы сейчас поплывем вот на тот пляж, и вот здесь присмотримся, посмотрим, говорят, что здесь хороший снорклинг. Это место, кстати, нам порекомендовали другие яхтсмены, и сказали, там на рифе прикольно, вот можно там все увидеть, кучу разных морских звезд и много-много, и вот мы пришли сюда нырять. В общем, мы посмотрели рекомендации других яхтсменов и решили посмотреть, что же тут за риф. Риф, к сожалению, оказался большей частью мертвый, то есть очень много мертвых кораллов, и говорят, что это из-за вот этого прошлогоднего извержения вулкана Тонго-Тонго. 14 января 2022 года, который был? Да, и из-за этого извержения очень много кораллов в этой местности погибло, потому что часть была сбита цунами, часть была засыпана вулканическими породами. В общем, из-за этого риф выглядит вот так. Когда идет извержение, очень много углекислого газа и вообще всяких там химических элементов выделяется, которые, в принципе, мочат рифы. Ну, в общем, поэтому риф такой не самый живой, но риф очень много, если присмотреться, огромное количество ракушек. Очень много интересных новых штук мы здесь увидели, и необычно то, что это первый риф на нашем пути, который вот прямо принципиально отличается от всех предыдущих. То есть здесь как будто бы уже совершенно другая акватория. Здесь другие морские звезды. А звезд тут вообще реально много-много. Да, очень много видов и морских звезд. И что понравилось, мы увидели несколько видов морских лилий. Это такие растения, называются по-английски хреноидс. Они не растения, это животные. Короче, ребята, они семейства из того же, что и морские звезды, что и морские ежи. Но у них вот эти вот лапки такие подвижные, которыми они фильтруют воду и таким образом питаются. И их здесь сумасшедшее количество видов. Ну, наверное, штук 10 разных мы видели. Это животное предысторическое, очень древнее. Да, очень древнее. И они еще, интересно, есть с ножками, есть без ножек. Есть, которые перемещаются, есть, которые постоянно прикреплены к каналам. Они еще плавать умеют? Да, они еще плавать умеют. Ну, в общем, такие интересные штуки. А выглядят просто реально как какой-то куст. Да, и удивительно, что это животное, а не кораллы, а не какое-то подводное растение. Ну, и, конечно же, анимоны. Это рыбки-клоуны. Да, это мы тоже увидели. Но такое было и в последний раз во французской полинезии. Но эти анимоны здесь большие. Они такие прямо с этими щупальцами большими. И они зарыты внутри кораллов. Они спрятаны, да. А те были прямо на поверхности. Там было круче в этом плане, их было лучше видно. Но с другой стороны, вот эти вот анимоны, которые мы здесь видим, они прикольные. Они как часть рифа. Огромное количество ракушек. Мы увидели огромные каури. Я такие первый раз видела, еще и живые. То есть они, это называется каури тигрис. А вообще они не тигровые, а леопардовые, по-моему. Ну, такая достаточно распространенная их вид. И они вроде как съедобные, но мы не стали пробовать. Новые виды морских ежей для нас. Такие с подвижными иголками, с острыми их длинными иголками. В общем, все чуточку отличается. Таких длинных я вообще не видел еще раньше. Я видел всегда короче. Вы знаете, да, что если на него наступить, то не нужно его вынимать из ноги. Так вырастет. Ну да, это чистый кальций, он растворяется. Дальше гвоздь программы, это, конечно же, великолепная, крупная, толстая мурена. Которую Сережа там тыкал камерой и всячески ее тревожил. Я хотел ее показать на ютубе. Мне казалось, это интересно. Это мурена. Кстати, мурены опасные. Они могут напасть, и они за секунду кусают большое количество раз. Но ты бесстрашный. Ну, нет, я просто камерой ей пихал, я так понимал, что если она начнет кусаться, то кусать она будет что-то, что к ней лезет, а не меня за пальцы. Но, как бы, я был такой на стрёме, потому что реально эта мурена, это достаточно опасная тварь. Потому что если она кусает, она как скальпелем режет, и остается, ну, просто вот такой глубокий порез большой. И под водой это не то, что хочется. Вот еще морские лилии, еще один вид. То есть, это такие пушистенькие, красивые. Они бывают черные, бывают бордовые, бывают темно-зеленые, бывают с пятнами. Вот какая-то такая вообще цвета, я не знаю, морской волны, бирюзовая. Это анимон, по-моему, да, это такой анимон странный, то есть он... Очень красивый анимон, такой по форме, как будто бы цветок такой, и тоже... А где его вот эти пальцы, в которых эти рыбки-клоуны живут? Рыбка обмазывается об него, по-моему, вот этой слизью и становится тоже защищенная. Мы уже переоделись, сходили в душик, между прочим, после того, как мы шли на переходе, душик был горячий. Что у нас здесь? Ромовая бутылка, музыка, пакетик для того, чтобы собирать ракушки. Как тебе риф, расскажи мне. Он мне очень понравился, на удивление. Он же выглядит уныло. Ну, типа, выглядит со стороны уныло, но он очень богатый. Там столько видов рыб, и столько видов ракушек, и столько видов морских звезд. Вообще, мы таких даже не видели. Прикол в том, что, несмотря на то, что, ну, как бы, кораллы сами похожи, и кораллы, кстати, умирают, я там снимал белые кораллы, количество... Ну, вот, сами вот эти животные, они другие. Да, и есть очень красивые виды рыб вообще. Мы вам все покажем. А еще прикол в том, что, когда вот так путешествуешь по самым разным местам, учишься пить дешевое бухло. То есть, смотрите, какой великолепный ром. Но прикол в том, что бутылка эта пластмассовая. Это просто какой-то жопа. Там, кстати, такие алкоголи, которые, там, не вино и не пиво, все были в пластиковых бутылках, я там все перещупала. Там такая водка, джинна. Все в пластиковом, да? Все в пластиковом. Прикол. А еще прикол здесь, когда тебе продают, они говорят, в черный пакет, чтобы видно не было, что вы несете, спрятать, запаковать. Не знаю, у них, наверное, правила какие-то такие, связанные с алкашкой. В общем, пиво не проблема. Пиво неси себе хоть в открытую, хоть подмышкой. А крепкий алкоголь именно вот в черный пакет заморовывают. Ну, мы еще вот это вот не пробовали, поэтому... Дегустасион. Он пахнет, вот они все одинаково пахнут, это вот дешевое бухло, которое отсюда. Я думаю, ну, если не с одного завода. Ну, вот самое гадкое было, по-моему, на Кукайленден, вот такой, который вообще невкусный был. А этот? Вкусный, блядь. Ну, он такой, типа, спайси, но вот я помню, от него еще голова болит, вот этот вот запах такой, вот этот жуткий. Ладно, это не важно, потому что от другого ничего нет. Все, что другое, стоит, там, не знаю, по 60 американских долларов за бутылку здесь, если не больше. Поэтому, а нет вот этой средней цены, есть только либо вот такое, либо вот такое. Я спрашиваю местного китайца в магазине, говорю, это вообще, как ром его пить можно? Он такой, ром, типа, нет, а вот если с Кока-Колой, во! То есть, я пойду по его рецепту. А еще прикол здесь, нигде нету лимонов, вообще, ну, просто тупо нету, я не знаю, почему. Апельсины есть, мандарины есть, а лимонов, так, ладно, пробуем. Во-первых, смотрите, он выглядит вот просто как кофе. Пахнет какими-то специями, но ромом не пахнет вообще. Но на самом деле, вот такое послевкусие ромовое и такое опускается тепло есть. Но мы не будем его пить в чистом виде, я так понимаю, что это не самый лучший напиток на этой планете. Поэтому Кока-Кола в данном случае решит все вопросы, связанные с послевкусием этого великолепного напитка. Причем колы побольше. Это единственное, как можно эту жижу пить. Ну, на самом деле, это просто такой вечерний такой сип на ночь глядя. А посмотрите, у нас тут какой красивый пляж. Тузик, наша лодочка стоит. В общем, это просто вечер на пляже. Ну и прикол в том, что здесь совершенно никого нет. Собака. Еще собака где-то лает. Кстати, нормально, можно пить. Ну, с колой, я думаю, любую гадость можно пить. Ну что, народ, мы сейчас едем на другую точку для дайвинга, а может быть даже на две. И посмотрим, что здесь интересного вокруг нам покажет. Видите вот этот островок? Вот говорят, что на его носике есть что-то интересное. А второе место вот там. Сейчас мы собираемся и туда едем. А здесь мы решили поехать на другую позицию, которая была обозначена на карте как тоже дайв-спот. Но он здесь, конечно, сильно хуже. Ну, он попроще. С другой стороны, здесь живых кораллов больше, но рыбки только совсем малюсенькие и очень мелко. И интересно, что, знаете, эта вся зона морская, она обозначена буйками с флажками. И это значит то, что здесь нельзя рыбу ловить. И мы читали так смешно, есть люди умудрились, короче, попытаться на своем катамаране. Встать на этот ограниченный буйок и уехали куда-то. Да, в общем-то, буйки действительно совершенно маленькие и они с флажками. И явно это не буй, на которой можно остановиться, но кому-то это не помешало попытаться. Но зато здесь вот эти скалы, которые нависают сверху над водой, на них гнездятся птицы. И под самими скалами большое количество пещер. То есть, ну, не пещера таких, как проемов насквозь, которые проходят. Это красиво, когда снимаешь. Ну, в общем, все равно всегда прикольно поплавать, всегда ты обязательно что-нибудь новенькое увидишь, что-нибудь интересное. Здесь было действительно много больших вот этих плоских, они, наверное, Table Coral или как-то так называются. А под ними, кстати, много рыбы, потому что они под ней прячутся в теньке. И если вот нырнуть, они оттуда там разбегаются. Но это очень смешно, потому что они разные. И там не одного типа рыбы, а их много разнообразных. Солянка сборная, да-да-да-да. Ну, и волны, которые разбиваются об сами эти скалы. Так смотришь изнутри, вроде как бы ничего, из-под воды ничего страшного. Выглядываешь, и иногда там какие-то волны приходят, и выглядит это достаточно страшно. Ну, я страшного там ничего не заметила. Ну, это не именно здесь, там с другой стороны. И, исходя из того, что даже на соседнем пляже огромное количество новых абсолютно для меня видов ракушек, то есть здесь, в принципе, подводная жизнь уже очень сильно отличается от французской Полинезии. Слушай, ну здесь большое количество этих звезд морских на дне разного вида, и большие, и маленькие. А помнишь эту, которая с четырьмя лапами была мутация? Вот эта синяя, которая такая, она с пятью? Я потом видела, нет, мы видели с шестью лапами мутацию, а еще я один раз видела откусанную лапу и думала, блин, кто же ее жрет? А их иногда даже большие ракушки жрут, я видела такое видео. Ничего себе, большие ракушки охотятся? А здесь мы еще видели ядовитую ракушку. Текстайл Коун, он же текстильный конус. Одна из самых ядовитых в мире ракушек, вот здесь они как раз водятся. Ну это не та, которая сейчас в руках? Нет, мы ее руками не берем, потому что все знают, что это опасная ракушка, ее трогать нельзя. У нее такой шип, который из нее вылазит, и она им колет, и если ее там положить... Да, там сумасшедший токсин, от которого... Ну она вообще охотник, то есть она убивает свою жертву таким образом, но от этого токсина может остановиться сердце, и от него нет противоядий. То есть скорее всего остановиться, потому что у нее яд сильнее, чем яд кобры, я слышал. Прямо какой-то супер там ядовитая. Ну в общем, опасная штука. Да. Ну и прикольно то, что здесь можно плавать прямо посреди стаяк рыб, которые там мелкие, большие, они вокруг тебя, и морские звезды на дне. Есть вот эта как из Спанчбоба, как ее имя? Патрик. Патрик, тут даже есть звезда Патрик. И целое семейство звезд Патриков. Итак, стоим мы на 15 метрах, бросили мы на 12. Сейчас я вам покажу, как здесь у нас красиво. Дина сейчас ставит превентер. У нас вот спереди такая голубенькая водичка. Там, кстати, уже мелко. Ну и пляжик. Туда на Тузике. И вроде как бы здесь от волн. Немножко вот они отсюда с рифа заходят. Но скоро ветер развернется вот на эту сторону и будет вообще ровно. Великолепно. 70 метров цепи мы закинули. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая. Вот мы сейчас встали на островочке. Видите, здесь какой берег. То есть не песчаный. Мы решили Тузик не вытаскивать, потому что есть волны. И поставили его на якорь. Тут, кстати, почти по полу, где он стоит. Вот такой вот остров. На нем никто не живет. Остров полностью необитаем. Сейчас мы его обойдем, посмотрим по кругу, что здесь есть интересного. Прикол Тонга, то, что вы приезжаете на кучу вот таких вот островов, как этот. И тут никого. Никто не живет, просто ничейные острова необитаемые. Иногда кому-то принадлежат. Кто-то принадлежали раньше, уехал. В общем, большинство островов абсолютно без людей. Вот такая вот тут история. Что это у тебя такое, ты нашла? Ну, это Giant Clam Shell. Прикол. Из них делали браковины, подставки. Да. Смотри, какая классная. Пепельница. Нет, это для пасточек, для проводков. Песчаная береговая линия здесь. Я так понимаю, что остров обойти по кругу не получится. Потому что там вроде камни начинаются. Ну, мы попробуем. А здесь сбоку прямо джунгли. И посмотрите, сколько здесь завалено кокосов. Кто-то прорастает, кто-то не прорастает. Не всем везет. И такие плоские острова. И посмотрите, какие огромные на них деревья мощные. Сейчас тайт растет. Я думаю, что еще немного. И здесь больше не будет вообще береговой линии. Скорее всего, вот она будет прямо под деревья. Вот ракушку, видите, с таким узором. Там внутри ничего нет. Ну, то есть, это обломанная. Но вообще, это ядовитая ракушка смертельная. То есть, если она вас сужали. Финды пилихнула. Противоядия нет. Здесь прохода нету, там отвесно. А вот здесь есть шанс. Можно попробовать забраться. Какой тут милый островочек. Лес. И самое интересное. Хвоя. Деревья хвойные. И пахнет хвойным лесом. Класс. Классно, когда идешь в хвойный лес. А под хвоей валяются кокосы. То есть, хвоя, кокосы. А вот видите, это какие-то животные здесь. Может, зайцы не сильно я разбираюсь в животных. Но судя по количеству какашек, которые тут валяются, их здесь должно быть много. Может, это боевые зайцы, которые сожрут, пока тут лазишь по лесу. А тут посмотрите, какой ковер мягкий из листьев. Это все с пальм вот этих панопадова. Они, когда отцветают, у них вот это вот все сваливается сюда. И здесь такой получается крутой мягкий ковер. Ха, офигенно. Тут джунгли сгущаются и становятся вообще непроходимы. Как теперь проходить? Вода. Идем ты к воде. Вот прикольно ходить по таким мягким. Ты на них идешь, и тебе на ноги просто в мягкое такое проваливаются. Нас этим не испугать. Полезем сейчас в пересчарщу. Вау, посмотрите, какое дерево. Это Баньян-3. Какое оно огромное. И это маленький остров. Коралловый маленький остров. И у меня вот такие огромные деревья. Даже вот эти вот деревья большие. Обычно на островах там пару пальм торчит и все. Посмотрите на это. Это же просто... Просто вау. Огромно. Береговая линия обычная. То есть, как обычно. Деревья растут. Кстати, вот то, что здесь деревья эти растут, это странно. Но обычно здесь пальмы растут. И валяется куча кокосов. То есть, это очень стандартная береговая линия. И вот уже Диночка. И наш Тузик виднеется. Вот что народу. Вот так вот я этот островок обошел. Вам показал. Место офигенное. Мне очень нравится. Я доволен. Ну что народ, вот наш выпуск подошел к концу. Мы вам показали уже все острова северного королевства Тонго. Это та часть, которая называется Вавау. Дальше мы идем на атоллы, которые находятся посредине. И будем спускаться южнее. Об этом будут следующие выпуски. Потому что вы видите, какая красота здесь. Насколько прикольные места. И недооцененные, на мой взгляд. Потому что необитаемые острова, риф и никого нет. Это просто великолепно. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Подписка обязательно. Потому что это очень нас мотивирует. Если мы видим, что на нас подписываются. Нам хочется больше снимать. Мы больше стараемся, как минимум. Все, друзья. Подписка, колокольчик. Проверяем. Лайк обязательно. Коммент. И делимся этим видео. До встречи в следующем выпуске. Про Тонго. Еще дальше будет круто. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА